Привет! С вами Зажигалочка. Продолжаем осматривать охраняемую ЮНЕСКО Старую Ригу. Перед тем, как пойти к Дому Черноголовых, давайте заглянем на улицу Яуньела. Улица датируется концом 16 века. В 1930-е годы застройка в северной части Домского собора была снесена, и улица получила свое нынешнее начало. Во времена Латвийской ССР на Яуньеле снимались такие советские сериалы, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «17 мгновений весны». Дом Черноголовых – это одно из самых красивых зданий в Риге, расположенное на Ратушной площади. Дом Черноголовых был построен в 1334 году для проведения собраний и банкетов различных общественных организаций Риги. Здание названо в честь Братства Черноголовых. Так называлось объединение Святого Георгия, куда принимали неженатых купцов. А в 17 веке его главными хозяевами стали члены объединения иностранных купцов, покровителем которого тогда считался Святой Маврикий. Символом Святого служила Черная Голова, изображавшаяся на гербе Братства и закрепившая за ним название Братства Черноголовых. Братство Черноголовых занималось закупкой и поставкой продукции в Ригу. Это занятие было рискованным в те времена. Здание было разрушено бомбами во время Второй мировой войны, но полностью восстановлено в 1999 году. Церковь Петра. Последние десятилетия Церковь Святого Петра была туристическим магнитом для Риги и всей Латвии, в том числе благодаря своей уникальной смотровой башне. Построив ее своими руками, в начале XIII века на средства всего народа Латвии ее несколько раз реставрировали. Сегодня Церковь Святого Петра опять нуждается в помощи. В качестве объекта туризма в Риге Церковь Святого Петра до сих пор приносила финансовый доход в размере немногим более 1 миллионов евро в год. Но есть расчеты, что за счет реорганизации и порядка предоставления услуг строительного туризма доходы могут достигать 3 миллионов евро в год. Церковь является лакомым кусочком для инвесторов. В частности, ею интересуется немецкая Церковь Святого Петра. Сейчас проект закона о Церкви Святого Петра в Риге находится в рассмотрении Латвийского парламента. Если вы поддерживаете инициативу «Церковь Петра должна принадлежать ржанам и Риге», поделитесь моим видео в социальных светях. Исторический центр – это древнейшая часть Риги. Старый средневековый город внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году. В моем следующем фильме я расскажу вам о дворе Яна и площади Ливов. Подпишитесь на мой канал, смотрите, узнавайте новое, путешествуйте и восхищайтесь вместе со мной. Ваша зажигалочка.